Ну что, друзья, посмотрите, вот такая красота в итоге у меня получилась. Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! Сегодня по вашим многочисленным просьбам консервируем на зиму острый перчик. Мы уже с Алексеем продегустировали, получилось очень вкусно, рекомендуем на 100%. Ссылку на наш мукбанк-канал, на котором мы дегустируем перчики, оставим вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. А также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, совсем недавно мы переехали в Турцию. Все эти замечательные рецепты снимаем из нашей турецкой квартиры. Ссылочку оставим внизу в описании. Кому интересно, переходите, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкусные острые перчики на зиму. Мы начинаем! Чтобы приготовить консервированные острые перчики, мы возьмем 600 грамм вот таких вот пузатеньких, замечательно красивых острых перчиков. 1 килограмм помидоров, полстакана растительного масла, полстакана яблочного или виноградного уксуса 4-5%. Также нам потребуется 5 крупных зубчиков чеснока, у меня получились общим весом 27 грамм и соль по вкусу. Для начала, в первую очередь, ставим кастрюлю с водой, воды наливаем столько, чтобы поместились полностью все наши помидорки. Кастрюля с водой у меня уже на плите. Да, прошу обратить внимание, что стаканы у меня турецкие, чайные, объем стакана 130 миллилитров. Соответственно, если мы берем полстакана, то это 65 миллилитров растительного масла, 65 миллилитров уксуса. Каким образом подготавливаем помидоры? Нам необходимо с них снять шкурку, то есть делаем вот такие неглубокие надрезы крест-накрест. Затем помидоры поместим в кипяток на пару минут и кожа у нас легко с помидоров сойдет. Таким образом, подготавливаем пока помидоры. Помидоры у нас подготовлены, все вот так помидоры надрезала, пока убираю в сторону. Дальше мы с вами будем подготавливать сами перчики. Вот эти вот хвостики у перчиков мы отрезаем. Вот в таком виде будем мариновать перчики. Но есть перчики, у которых уже отвалился этот хвостик. Их немного, но тем не менее. Вот эти некрасивые кончики мы тоже срезаем. Перчики должны быть чистые, вот такие вот красивые, замечательные. Таким образом, я пока буду развлекаться с перцами, затем покажу, что делать дальше. Итак, друзья, в кастрюле вода у нас закипела. Открываем крышку и аккуратно. Лучше использовать вот такой дуршлаг. Опускаем вот так аккуратно помидорчики наши. Закрываем крышкой и засекаем 2 минуты. Итак, у нас прошло 2 минуты. В чашку, в которой у меня были помидоры, теперь я налила холодную воду. Вынимаем тем же самым дуршлагом помидоры из кипятка и отправляем в холодную воду. Все, сейчас закончу подготовку перцев, затем можно будет заняться опять помидорами. Итак, друзья, с перцами мы вместе с мешуткой управились. Все вот так начистили, пока я их убираю в сторону, они нам пригодятся чуть позже. Дальше возвращаемся к помидорам. Мы делали с вами надрезы и теперь вот по этим надрезам берем вот так вот и удаляем кожицу. Можно даже без ножа. Происходит это очень легко и быстро. Вот такой приятный, красивый помидорчик без кожуры у нас с вами получился. Таким же способом поступаем со всеми оставшимися помидорчиками. Вот так легко и быстро очищается кожура. Мы пока будем развлекаться с помидорами, чуть позже покажем и расскажем, что делать дальше. Итак, помидоры мы все начистили. Дальше делаем следующее. Делим их пополам так, чтобы вот эта несъедобная часть оставалась с одной стороны. И вот таким вот треугольничком вырезаю несъедобную часть, выкидываю. Все остальное делю вот так на 4 части. Нам необходимо нарезать помидоры на такие кусочки, чтобы их легко можно было поместить в блендер. Также можно пропустить через мясорубку, кому как удобнее. Я сегодня пропущу помидоры через блендер. Помидоры мы тоже с Михаилом подготовили. Дальше берем блендер. Некоторое количество помидоров отправляем в блендер. Частично будем перемалывать, потому что блендер у меня довольно маленький. Закрываем крышкой. Подключаем моторную часть. И перемалываем до пюреобразного состояния. Перемолотые помидоры отправляем сразу в кастрюлю, в которой будем готовить наши перцы. Пока в сторону. Продолжаем перемалывать помидоры, пока они у нас не закончатся. Итак, друзья, помидоры мы все перемололи. Дальше отправляем все это дело на плиту. Пока на максимальный огонь, как только закипит, мы сделаем огонь средний. И будем варить, не закрывая крышкой, в течение примерно 15-20 минут. Нам необходимо, чтобы некоторая жидкость испарилась и масса наша стала чуть гуще. Все, отправляем наши помидоры на плиту. Итак, друзья, томаты наши закипели. Я уменьшила огонь до среднего. И вот так, периодически перемешивая, варим томаты в течение 15-20 минут. С момента закипания засекаем время. Немножко при желании можно вот здесь пенку убрать. Огонь регулируем так, чтобы томаты продолжали кипеть. Итак, друзья, тем временем, пока у нас варятся томаты, чеснок я сегодня не буду пропускать через чеснокодавку, а нарежу вручную. Сначала я их вот так раздавливаю, а потом раздавленный чеснок мелко нарезаю. Я специально чеснок нарезаю руками, чтобы в нашем блюде были пикантные вкрапления. Вот до такого состояния достаточно будет нарезать чеснок. Таким образом, сейчас поступлю со всеми оставшимися чесночинками. Чеснок я подготовила. Все, ждем, когда пройдет время и сварятся наши томаты. Итак, друзья, прошло у нас ровно 15 минут. Посмотрите, томаты загустели. Все, больше варить не нужно. Достаточно 15 минут. Далее к томатам отправляем соль по вкусу. Учитывая количество ингредиентов, количество перцев, я положу 2 чайные ложки. 65 миллилитров винного уксуса, 65 миллилитров растительного масла. Все хорошо перемешиваю. Чуть увеличиваю газ, чтобы томаты снова закипели. Так, томаты уже закипают. Отправляю к томатам острые перчики и заранее подготовленный чеснок. Газ у меня остается пока увеличенным до того момента, пока активно не закипят наши томаты уже вместе с перчиками. Вот такая вот аппетитная вкусняшка у нас с вами получается. Как только наши перчики активно закипели, теперь закрываем крышкой, уменьшаем газ. И при умеренном кипении варим перчики еще в течение 5 минут. Все, друзья, прошло у нас ровно 5 минут. Отключаем наши перчики. Еще раз хорошенько перемешиваем. И можно разливать по стерилизованным банкам и закатывать. Все, друзья, смотрите, значит банки я стерилизую в духовке. В холодную духовку помещаю банки. Разогреваю ее до 160 градусов. С момента, как разогрелась духовка, то есть потухла лампочка, засекаю 15 минут. И вот таким образом я стерилизую банки. Что касается крышек, крышки я просто кипячу в сотейнике с момента закипания в течение 10 минут. Дальше при помощи половника наши перчики отправляются в банку вместе с томатами. Банки у меня 700 граммовые. Из такого количества получится 2 баночки. И совсем небольшое количество еще останется, чтобы просто их покушать. Когда банка заполнена, при помощи вот такой воронки я заполняю банки. Воронку перекладываю на следующую банку, а заполненную банку закрываю крышкой. Далее беру кухонное полотенце. Одной рукой придерживаю, второй рукой крепко вот так закручиваю крышку. Затем банку переворачиваю вверх дном. И точно так же заполняю оставшиеся банки до тех пор, пока у нас не закончится перчик. Итак, друзья, в итоге у меня получились 2 700 граммовые баночки перца. И еще вот совсем небольшое количество нам, чтобы с Алексеем снять пробу. Дальше наши баночки прикрываю одеялом. И оставляю при комнатной температуре до полного остывания. Ну что, друзья, посмотрите, вот такая красота в итоге у меня получилась. Получилось всего 2 700 граммовые баночки из такого количества ингредиентов. И кушать мы это все будем на нашем мукбанк-канале с русским салатом оливьешка с домашним майонезом. Так, это пока в сторону. Значит, будем уже заканчивать это видео. Всех приглашаем на наш мукбанк-канал попробовать эту неимоверную вкусноту острющую. Ссылку на мукбанк-канал оставим, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите, еще увидимся снова.